давайте поговорим по поводу жестикуляции что жестикуляция должна быть не размазана абсолютно она не должна приводить собаку каким-то определенным размышлениям то есть если вы даете собаке понятие сидеть когда разучиваете только понятно потом понятно что она вас будет полуслова понимать но пока вы учите только это должно быть очень четко и очень ясно понятно выражена для собаки то есть допустим сидеть лежать то есть это не вот так вот вот ведь как запас сидеть лежать умри умри сидеть стоять вы должны как дирижер работать своими руками голос он сейчас набегался молодец хорошо когда дыхание нету собаки он получается клацает зубами до голос как таковой не произносится то есть когда вы на начальном этапе дрессировки собаки только даете понять о том что но выполнять нужно так команду то жизнь должен быть не размазаны потом уже вы можете то есть мы работаем уже не на умным повышение сигнала а именно на угощение сигнала то есть допустим дай вот хорошо потом я уже не вот такой вот же то есть я уже работаю на угощение сигнал и мне не нужен вот такой вот жест я потом работаю вот так вот кончиком пальца буквально он уже понимает и это очень удобно показывают трюки когда ты прячешь руку за спину куда-нибудь идите детей начинаешь обманывать по поводу что твоя собака умеет читать дай фу положить вот смотрите сидеть молодец хорошо он почему не доносит для меня сейчас начнутся вот а порт неправильно вы слышали сейчас что я ему команду опор давал или нет это было просто поощрение это было просто игра я сейчас не пробую не прошу его принести по команде а порт сейчас попросим агбар я скажу когда дай скажу когда а порт молодец хорошо гуляй это так чтобы понятно было а то многие сейчас скажут что типа того что собака не приносит вот сейчас он тоже по команде гуляем шоу ладно заслужите доверие и уважение у вас все получится с вами был канал я и мой хвост его мы вам напоминаем о том что жесты должны быть четки понятны и выражены всем спасибо